Уважаемые друзья, здравствуйте! У нас сегодня встреча онлайн с Елисеем Осиным. Елисей Осин учредитель ассоциации психиатров и психологов за научно обоснованную практику и тема нашей встречи сегодня нарушение развития поведения у детей. Елисей, привет! Привет, Даша! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очень-очень приятно здесь находиться. Тема актуальная. Почему? Почему мы выбрали сегодня эту тему? С места в карьер. Несколько причин есть. У нас есть с тобой наша, так сказать, заинтересованность. Мы ее несколько раз обозначим. Еще, конечно, совпало так то, что апрель это месяц информирования про нарушение развития, которое мы называем аутизмом. И я немножечко этому больше внимания посвящу. Представлю один продукт, про который тоже хотел рассказать участникам, которого я был. Но в целом говорить про то, о чем мы сейчас будем говорить, мне, моим коллегам, вот нашей ассоциации, фондам, с которым мы сотрудничаем, очень-очень важно. Мы видим то, что проблема нарушения развития, нарушения поведения у детей и подростков недооцененная. Есть всякие разные трудности и видим то, что это можно решать. И это решается. Решается с помощью министерства здравоохранения, с помощью отдельных инициатив, с помощью фондов. Тоже немножечко про это поговорим подробнее и больше. А для кого наша встреча подойдет? Кому она будет интересна? Сложный вопрос. Да, я готовился и я такой... Кто с этим сталкивается? Да, готовился и думал, кому это все может быть интересно и полезно. Конечно, это больше про информирование. Вот тема нарушения развития поведения. Это же на сколько? На год обучения. Вот так вот, чтобы все это разобрать, посмотреть, научиться это диагностировать и так далее, и так далее. Я готовя эту презентацию, я скорее к людям, которые не очень прямо и не очень активно с этим сталкиваются. Вернее, думают, что не очень прямо и активно с этим сталкиваются. А на самом деле, я покажу это, сталкиваются с такими штуками постоянно, повседневно, в рутинной своей практике. Там к неврологам, детским, к психиатрам, которые занимаются там, скажем, какими-то тяжелыми расстройствами, не только связанными, там, не знаю, с выраженными какими-то формами нарушения. К педиатрам это будет обращено. Ну, то есть, в общем, к довольно широкой группе специалистов, врачей. Моей задачей будет познакомить, рассказать, что это такое, ввести некоторые термины, обозначить значимость, но и показать то, что это история, которая может решаться и должна решаться. Да, и наша цель еще, наверное, в том, чтобы эти пациенты перестали быть невидимыми, и чтобы они получили помощь и поддержку, это очень важно. Да. Потому что большинство из них, мы про это, наверное, поговорим, да, они достаточно такие невидимки. Какое-то время остаются, по крайней мере. Начнем. Хорошо. Тогда свой кликер. По поводу вопросов. Да, уважаемые друзья, если вы хотите задать вопросы или у вас возникают вопросы по ходу, да, рассказа Елисея, вы можете их писать в прямом эфире, и я по мере возможности буду их выбирать и задавать, насколько это будет, да, нам доступно. Поэтому пишите обязательно, у меня здесь есть специальная штука, и я их буду все читать, по крайней мере, да, мне будет что спросить, если я вдруг растеряюсь. Да, и это тоже такая личная от меня просьба, конечно, я бы хотел, чтобы вы по возможности участвовали, задавали, потому что, повторюсь, моя лекция скорее ознакомительная, мне нужно будет несколько вещей таких важных для нас рассказать. Наверняка есть что-то, что вам более интересно, важно, актуально, тоже будет здорово. Да, и мы будем опираться как на реперные точки, на ваши вопросы, поэтому пишите, не стесняйтесь. Вот они у меня здесь, и я за ними слежу. Или не будем, но ответим потом. Да, ну, как пойдет. Хорошо. Смотря какой вопрос. Ну вот, опять же, повторюсь, почему мы про это говорим, почему нам важно про это рассказывать, почему мы на этом останавливаемся, потому что расстройство развития поведения у детей — это очень распространенная история. Я покажу несколько цифр, они всех, наверное, удивят. Ну, тех, кто в этом плавает много, не удивят, мы все знаем про эти циферки, вот. А в целом тех людей, которые, может быть, так с этим соприкасаются скорее, что-то слышали и так далее, эти цифры могут впечатлить. Мы знаем то, что это распространенные штуки, и знаем то, что помимо того, что они распространенные, они еще на качество жизни значительно влияют. Разными путями заставляют родителей переносить финансирование, там, скажем, со своего отпуска, личного развития на развитие ребенка. Состоют огромный стресс для всей семьи, там, вызывают какие-нибудь, там, не знаю, трудности, да даже в том, чтобы ходить в обычный садик или в школу и там социализироваться. Вообще в России до сих пор не принято говорить про качество жизни, а мы понимаем, что если мы говорим про такого ребенка, да, которому неудобно или с которым неудобно, то это прежде всего качество жизни всей семьи. Это значительно, на самом деле, если представить, сколько таких семей и сколько семей не получают, возможно, да, помощь, которая, ну, должна быть у них как инструмент в руках. А вот последний пункт вот из этой штуки, из этого слайда, это проблема, которая снижает качество жизни, опять же, там, не знаю, расстройство поведения у детей остается невыявляемой, недиагностируемой. То есть про это мало говорят, это как будто бы нормально. Ну, я приведу пример в конце, если у нас хватит времени. Родители узнают то, что то, с чем они имеют дело повседневно, регулярно, там, с вспышками и истериками ребенка, не являются нормой, дико удивляются этому, получают качественную терапию, немножко поговорим, какой она может быть, и говорят, вот это ничего себе. Мы начали чувствовать себя, ну, мы стали контролировать эту ситуацию, мы поняли то, что не мы плохие, то, что не нам надо, так сказать, как-то идти к психологу. Это же на самом деле была проблема именно в расстройстве поведения человека. Это очень частая история, когда родитель сталкивается с чем-то неудобным, он идет к психологу, ну, винит себя, идет к психологу и, возможно, не получает для ребенка помощь. Правда так. И если это один ребенок, например, то, ну, когда ребенок рождается, он же такой, возможно, да, специальный, не всегда родитель привыкает к тому, что он такой, и он не понимает, что может быть по-другому, и он должен получить в этот момент помощь специалиста, прежде всего, кто чаще всего видит ребенка, это, наверное, педиатр. Да, то есть мы начинаем от педиатра и там идем к другим специалистам. Я больше тебя не перебиваю и слежу за вопросами, пишите, друзья, вопросы. Но тут момент, когда мы можем рассказать первый раз то, о чем мы хотели рассказать. Мы с Докмет Академией приготовили курс большой, такой уже более подробный, более глубокий, посвященный как раз нарушениям развития, немножко нарушениям поведения. Информация о нем будет в Инстаграме Докмет Академии. Обязательно. Да, Дарья, организатор, я, собственно, наполнитель всего этого, и мы очень будем рады, если кому-то наши знания пригодятся, а главное вот тем ребятам, которые имеют эти расстройства и семьям. Надеемся, в том числе, то, что с помощью этих вещей мы сможем качество жизни то самое улучшать, выявлять эти нарушения и лечить их. Ну и потом врачам может быть проще, если они поймут, что есть достоверная информация, на что можно ориентироваться и опереться, когда вот такой ребенок, то есть насколько там же всегда есть тревожный родитель, да, есть ребенок, который просто очень эмоционален, как вот это распознать и понять, кого нужно, может, потому что получается так, что вот, что я наблюдаю, да, кого-то не маршрутизирует, когда это необходимо, а кого-то маршрутизирует, когда в целом ребенок просто, ну, у него нет красных флагов, да, и либо родители отправляются к нейропсихологам, к каким-то когнитивным специалистам, любимым нейропсихологам, к каким-то когнитивным специалистам и так далее, их множество, большое количество, да, а действительно, как он, у меня вот такой важный вопрос, как мы про это, наверное, тоже, да, в конце поговорим, как это, как корректно маршрутизировать такого ребенка, да, ну, начнем, я могу. Присыплемо уже, собственно, к сути. Первое, что я сделаю, введу несколько определений и расскажу уже конкретные циферки, которые должны, собственно, удивить. Вот мы говорим расстройство развития, что это такое, что это за проблема? Расстройствами развития мы называем виды нарушений психики, нарушений психической деятельности, и мы также подчеркиваем, что это не болезни, вот нам важно подчеркнуть, что это не какой-то процесс, как депрессия или шизофрения, который, так сказать, человеку выбивает из жизни на какой-то промежуток, нет, это что-то, что начинается с раннего возраста. Обычно манифестацию симптомов расстройств развития мы видим в детском возрасте, в 3, в 5, в 7, в 10 лет, и сопровождают человека на протяжении всей жизни. Этим отличается расстройство развития от болезней. Болезни можно выздоравливать, и от психических болезней можно выздоравливать, от депрессии, шизофрении и так далее. Мы знаем такие истории, то, что даже тяжелые заболевания могут оканчиваться. А расстройство развития обычно сопутствует человеку на протяжении всей жизни, уменьшая свою значимость и выраженность в какой-то момент. И мы знаем то, что расстройство развития и вот эта штука, про которую прям нам необходимо говорить снова и снова, они связаны с биологией, с работой нервной системы. Это не вопрос вины родителей, это не вопрос того, что они как-то там не вовремя отдали ребенка в детский садик, это не вопрос того, что там в семье кто-то позже разговаривает или меньше разговаривает. Очень часто, да, родители говорят, что кто-то в семье начал позже говорить. А так ладно родители, да. По врачу. Он такой, да, так у вас папа заговорил в 5 лет, чего вы хотите от ребенка, отставьте его в покое. Вы тревожны, сейчас вот этот еще ярлык, тревожные родители, ну, он уже, ну, мне кажется, он не очень приемлемый в целом. И сложная такая штука. Очень часто, да, действительно ориентируются на родственников. Да. Хотя, возможно, у родственников тоже какие-то были проблемы, просто они научились с ними жить. А может быть, еще что-то, они не знают. Ну, мы видим некоторую генетическую предрасположенность к расстройствам. Это, во-первых, но правда, ладно, когда это говорят родственники. Им положено говорить все, что угодно, потому что они специалисты в каких-то других областях. Они там программисты талантливые или журналисты талантливые или кто-то еще. Им не обязательно разбираться в таких вещах. Большая проблема, когда это говорим мы, врачи. Когда мы говорим то, что, ну, вот он ему там 3,5 года, и он пока ни одного слова не говорит, это потому что он планшеты смотрит в большом количестве. Или мы там 7 лет или 8 лет его выгнали из второй школы. Ну, это просто потому, что вы его плохо воспитали и плохо границы ему ставите. Нет, мы знаем то, что расстройство развития – это феномен психической деятельности, связанной с нервной системой, с различными отделами нервной системы. Это довольно интересная большая область изучения. Пытаются понять, как это устроено, как это работает. К сожалению, сейчас на это много времени не хватит поговорить. Но нейронауки активно занимаются тем, что это изучают. Собственно, диагностика расстройств развития – это выявление дефицитов. Вот то, как устроены критерии диагностики расстройств развития, а мы пользуемся сейчас двумя руководствами по диагностике – МКБ-10 и ДСМ-5, по большому счету они описывают слабые стороны в развитии. Там нет ни слова про причины, там нет ни слова про какие-то, я не знаю, механизмы, которые это вызвало. Там есть описание того, как выглядит развитие человеком с этим расстройством развития. Почему так? Потому что мы знаем, что причины очень разные. Тоже здесь есть такая, так сказать, ловушечка. Иногда такие ребята получают, например, диагноз, скажем, органического поражения центральной нервной системы или последствия раннего органического поражения центральной нервной системы, очень размытый, который не описывает, что с ним на самом деле происходит. Или диагноз минимальной мозговой дисфункции. Опять же, критерии расстройств развития, они описывают специфический дефицит. В чем проблема этого человека? Нарушение социальной коммуникации, тогда мы называем это аутизмом. Или там нарушение чтения, тогда мы называем это дислексией. Общее тотальное нарушение, тогда мы называем это умственной отсталостью и так далее. А вот ты сказал, что это с 3, 5, 7 лет. А все-таки ранее 3 лет. Мы можем говорить о этих проблемах или нет? Естественно. Потому что есть миф, и он, кстати, очень... Я просто вспомнила, что и среди врачей он достаточно распространял, что мы про аутизм можем говорить с 3 лет, а как бы в 2 еще нет. И вот эти дети, которые могли бы, возможно, получить помощь раньше, ну или хотя бы озаботиться это, понаблюдать вместе с врачом, да, как-то обратить свое внимание. Получается, что они приходят к этому в 3-4 года. Власти приходят. Но они по факту говорят, что они потеряли время. То есть мы узнали об этом слишком... Понятно, что, наверное, невозвратных вещей нет, но все-таки с какого возраста мы можем наблюдать поведенческие проявления вот этих всех штук? Хороший вопрос. Я тогда прям переключусь на следующий слайд, чтобы здесь немножко предметнее говорить и четче говорить. Но вот опять же, расстройства развития очень разные бывают. Есть разные психологические умения. И, соответственно, разные психологические умения могут нарушаться. И вот, например, есть тот самый расстройство аутистического спектра. Это расстройство развития социальной коммуникации. Выявлять эти нарушения мы можем тогда, когда социальная коммуникация в полной степени появляется. То есть социальная коммуникация у ребят начинает формироваться после года. Мы уже видим то, что дети начинают систематически отзываться на обращение по имени. То, что они начинают использовать жесты или слова. Начинается обмен информацией. Да, тот самый указательный жест. Приказывающий, просящий, разделяющий внимание и так далее. Можем увидеть то, что у них начинает формироваться речь. Они начинают повторять. Вот все, что я перечислил, это способности социального коммуникативного развития. Способности к общению. И, соответственно, эти симптомы в норме социально-коммуникативного развития ярко идет после года. Нарушение социальной коммуникации мы увидим после года. То есть мы после года уже можем... Это как раз для, мне кажется, актуальной информации для педиатров. Первые, кто видит ребенка, могут... Что мы после года уже можем обращать внимание. У нас слайдик будет про это. Немножко на что тут нужно обращать вперед. Проблемы с чтением, конечно, мы в год не заметим. В два не заметим. В три не заметим. Почему? Ну, там, называется специфическое расстройство развития навыков чтения, дислексия. Ее мы увидим тогда, когда начнем учить ребенка читать. Это ребенок дошкольный. Пять лет, шесть лет, семь лет. Есть, конечно, родители, которые начинают учить читать и в полгода. Но мы об этом не говорим, друзья. И понятное дело, почему. Проблемы с коммуникацией, то есть с развитием, например, речи, языка или заикания, мы увидим чуть позже. Там, скажем, к двум годам, к двум с половиной годам, к четырем годам и так далее. Когда мы увидим, например, что появились отдельные слова, и ребенок коммуницирует и общается. Жестово общается, словами общается, а словарный запас не наращивается, не увеличивается. То есть для каждого из расстройств развития есть время появления симптомов. И зная нормы развития, мы можем довольно хорошо понимать, что опа, что-то происходит не так, что-то происходит не так. У ребенка не появились эти умения и навыки. Тоже немножко забегая вперед, но все равно надо про это говорить. Эти штуки, они связаны, на самом деле, с серьезным страданием. Ну вот, опять же, чтение. Что с этим связано? Какая ерунда, чтение, не читает, он такой хороший, он всего-навсего не читает. Но в школе с чтением связано, ну, как минимум, скорость чтения твою проверяют. Как минимум, тебе нужно там встать при всех и прочитать. А еще тебе нужно понять. Ты не сможешь понять задания. Задания, задачу понять, да. Или то, что касается расстройства утистического спектра, когда тебе нужно объясняться, рассказывать про свои желания, или выполнять инструкции взрослых, учиться у взрослых людей. И когда у тебя нарушается социальная коммуникация, способность к этому, ты начинаешь сильно отставать в своем развитии. Всем трудно, тебя не понимают, ты не понимаешь. Не сложно, им еще сложно интерпретировать там эмоции других людей. И вот это все, да? Сотрудничать. Сотрудничать, да. Ну вот, к счастью, мы все больше и больше говорим про расстройство утистического спектра. Мы немножко говорим про синдром дефицита внимания, больше, гораздо. И пока недостаточно внимать, недостаточно много мы говорим про нарушения общего развития, про интеллектуальные нарушения, которые присутствуют в не меньшей степени. Их много. Мы довольно мало говорим про нарушение развития моторики, мало говорим про расстройство развития речи. Скажем, заикание, конечно, чаще попадает, потому что заикание, ну, яркое, оно бросается в глаза. Ну, а слишком сложно по-другому. Невозможно, и так далее. Ну, просто это очевидно, да. А качество развития речи и чтения, качество развития языка там в целом не попадает в поле зрения. Мы как бы думаем то, что если ребенок плохо говорит, плохо его понимает, ну, как бы это нормально. Вот если у него трудности в освоении русского языка, это нормально. Вот это та штука, которую бы хотелось преодолеть. На этих ребят можно и нужно обращать внимание тогда, когда подходит время для того, чтобы эти симптомы выявлять. Я вот хотел тут на цифры еще обратить внимание. Вот разные данные, разные цифры. Специально я такой немножко разброс приводил. Там 3-4% для нарушения интеллекта, для расстройства развития речи и языка 5-9, для аутизма 0,5-1,5-2%, для расстройства обучения 5-7-10%. И почему там цифры еще такой разброс имеют? Потому что есть, ну, во-первых, смотря как мы диагностируем, там всегда есть разные данные в зависимости от того, как ставится диагноз. А еще есть большая разница между тем, как часто встречаются у мальчиков и девочек. А эта статистика, это какая-то государственная статистика? Или, то есть, цифры, они же такие, ну, вариативные в том смысле, что это официальная статистика? Это вот здесь статистика CDC, американская, да, да. То есть, она достаточно, можно ее искать? Можно искать много разной статистики, да. То есть, положите ее достаточно достоверно. Но крутится она в основном вокруг этих цифр. То есть, нет такого, что в какой-нибудь другой популяции, там, мы найдем, там, не знаю, условно, там, в Швейцарии мы найдем 50% людей с СДВГ, а в каком-нибудь, там, при хорошем проведенном исследовании, там, не знаю, в Санкт-Петербурге мы найдем одного ребенка с аутизмом. Нет, если исследование устроено хорошо, если используются одни и те же критерии, вот примерно порядок цифр будет такой. Будет вот соответствовать этим цифрам. Это ведет к следующему слайду. Мне важно это сказать. В итоге мы видим очень часто расстройства, развития встречаются у ребят. Ну, это как раз почему мы про это говорим, да. Это бывает очень часто. Возможно, замечают это реже, чем это бывает. И вот он, стык проблемы. На самом деле, почему мы затеяли всю эту историю, да, из программы обучения и вот с сегодняшним разговором именно поэтому. И, по сути, качество очень... Ну, то есть, если представить в разрезе, там, России, да, страны, сколько таких семей, ну, это такая страшная картина получается. Большие цифры, да. Большие цифры, да, людей, которые... Потому что семья, это у нас же семья, это еще, это не только мама, папа, это и бабушки, это целый такой кластер большой. И все люди этим людям достаточно неудобно. Ну, не только мы с тобой. Но вот действительно, месяц апреля — это месяц информирования про аутизм, месяц предоставления информации об аутизме. А есть еще периоды информирования о дислексии, есть еще периоды, там, информирования об СДВГ. И, ну, к счастью, про это потихонечку говорят. Но почему надо говорить? Потому что все равно информации качественной меньше, чем должно быть. Все равно мы про это знаем гораздо меньше, чем должны. И вот там, ну, правда, глухоты у детей встречается гораздо меньше, чем расстройство развития. Там, скажем, сахарный диабет у детей, вот насколько важная история, важная проблема, гораздо меньше, чем расстройство развития встречается. Можно прямо говорить, то, что расстройство развития — это проблема, ну, так сказать, общественного здоровья. финансирование на это уходит огромное количество там не знаю последствий у этого от стресса до там скажем плохо обучающихся детей и соответственно несчастных взрослых там очень много вот это всерьез проблема общественного здоровья и вот там тоже почему надо про это говорить почему мы про это говорим почему вот там все эти курсы обучающие проводятся и потребность в этом многие коллеги мои там вот я проводил курс в санкт-петербурге посвященный расстройствам аутистического спектра когда казалось что это интересно и вдохновились мы все на то чтобы это делать и один из лекторов рассказывал он преподаватель в медицинской академии санкт-петербургской он работает с ординаторами и он рассказал а потом проверил на аудитории он сказал вот знаете я задаю своим ординатором следующий вопрос сколько времени у вас в институте было посвящено конкретно аутизму сколько времени у вас в институте было посвящено конкретно нарушение активности внимания синдрома дефицита внимания гиперактивность ну там уже не говоря про дислексии или умственной отсталости и многие говорили полтора часа по сути у врача и нет инструмента то есть нет каких-то вспомогательных костылей до которые могли бы помогли бы ему разбираться почему приходится либо самообразовываться но собственно говоря зачем мы здесь для этого тоже да то есть и ну это кстати хорошая тема что это не проблема врачей этого подготовки конечно образование не говорим о том что там кто-то плохо или нет нет ни в коем случае конечно нет но полтора часа это просто ну это а иногда вообще невероятная цифра поставить если мы посмотрим на цифру полтора часа и вот на эту один из восьмидесяти мы понимаем да что вот эта пропасть но она глобальная а касается это и педиатров и неврологов но собственно там медсестер которые работают с детьми обеспечивают патрону то есть это много много кого касается вот это повторюсь проблема общественной значимости про нее нужно много говорить чаще говорить и это конечно будет жизнь людей менять к лучшему так надеемся вот это первая история расстройства развития часты и разнообразны у людей есть умение психологические эти умения психологически должны формироваться но мы ожидаем формирование в определенные сроки и иногда этого не происходит например ребенок не начинает пользоваться речью в два года не начинает или очень плохо читает в семь лет там плохо овладевает математикой в целом очень медленно развивается это касается большого количества детей и знать про это необходимо это называется нарушение развития расстройства развития по-английски developmental disorders у нас до сих пор есть мифы среди врачей что-то трех лет молчит и это нормально особенно если мальчик а если мальчик и он молчит тогда вообще все ну как бы что вы переживаете вы тревожная мать и идите работать ну правда такое бывает это не от опять же какого-то негативного отношения да наверное от отсутствия отсутствие постоянной информации достоверной хорошим фамилию так ну вот и вторая история про которую хотелось поговорить сейчас и который я буду объединять с первой и который тоже имеет точно такую значимость это феномен расстройств поведения тоже самое и в мкб-10 и в dsm-5 у нас есть довольно четкие критерии расстройством поведения мы называем хроническое поведение важно что это не одна истерика в день не одна истерика на протяжении там скажем несколько истерик на протяжении периода кризиса трех лет не подростковое стремление там коммансипации каком-то это хронически существующий паттерн поведения связаны с нарушением правил с нарушением так сказать вот этих вот но в кавычках условностей который мешает человеку адаптироваться жить существовать с другими людьми мешает ему встраиваться и подстраиваться вот но иногда связано со всякими разными последствиями то есть по большому счету расстройство поведение от нарушения социальных норм некоторых ожиданий от детей и подростков они имеют очень разную картину и мы даже говорим всерьез и мы знаем о чем мы говорим про некоторый спектр расстройств поведения то есть на одном конце мы можем увидеть там условного 6 7 летнего малыша которого родители называют крайне упрямым можем увидеть то что с ним сложно договариваться если его заставляют одеваться или там есть самостоятельно он устраивает какую-то истерику или протест он игнорирует инструкции и так далее и на другой конце на другом конце спектра мы можем увидеть например людей которые там поджигают которые убегают изучил убегать из школы которые там скажем нарушают какие-то уже скорее юридические нормы уже там правила закона и так далее то есть вот опять же нарушение норм она может быть разным вот почему мы думаем что это некоторый спектр потому что для части ребят верно увеличение поведенческих сложностей по мере того как они растут а у тех у ребят у которых мы видим поведенческие сложности подростковом возрасте мы часто можем проследить эти поведенческие трудности с детства но там опять же эту историю не послушаем важно что это далеко не всегда так есть расстройство поведения с ранним началом как раз она чаще у мальчиков вот мальчики они к сожалению уязвимы для всех вот этих вот неврологических нарушений да они более и у девочек вот это ранее начало реже бывает вот но опять же что-то может происходить с подростками там скажем мы говорим на систематической истории то есть это систематическое поведение человека и его вот это неудобство с самим собой или когда родителям неудобно с таким ребенком то есть это не когда ребенок там периодически да ну просто имеет какой-то заплакал на домашнем задании а своенравный характер есть же такие дети да и вот это вот граница она мне лично кажется достаточно тонкой да как вот граница в значительном стрессе и дезадаптации то есть опять же одно дело мы немножечко поговорим про эти красные флажки когда мы обращаем на это внимание одно дело истерика когда тебя уводят с детской площадке другое дело но вот так бывает не надо детей рожать чтобы не видеть эти истерики потому что так бывает у всех и всегда есть ключ не ходить другое дело если эта истерика происходит каждый день на протяжении многих месяцев бывают просто ситуации которые взрослому или врачу кажутся бытовыми там я не знаю кружки того цвета да а для ребенка это значимый фактор и наверное вот 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 эти вот тоже да вот эта грань она кажется действительно такой вот мы видим то что в норме люди могут и мы с тобой и дети могут адаптироваться то есть но важно чтобы кружка была та конечно важно хочется чтобы она была та но иногда это не получается иногда она в мойке иногда она где-то еще и так далее и ну условное свойство здоровой психики это все-таки подстроиться под эту ситуацию не ломаться не так сказать ребенок не то есть симптом не усиливается более гибким до начинает это принимать и так далее а здесь мы видим хроническое нарушение правил здесь мы видим то что вот опять же те обычные способы воспитания там ну давай потом чуть-чуть попозже ладно сейчас мы ее помоем достанем то не работают вот опять же с подростком но кто не убегал из школы ну многие убегали это нормальная история но когда мы видим то что это происходит снова и снова присут приводит к проблемам то есть он не просто убегает из школы а он например там употребляет алкоголь наркотики попадает в тяжелой истории там раз за разом он оказывается каких сложных компаниях которые чуть ли его не насилуют или ее не носил вот с такой дезадаптации связаны расстройства поведения это не просто там не знаю подросток который сделал себе татуировку с помощью чернил ну вот сделал и сделал но ничего страшно ну там отвели его к тату мастеру сделали нормальную татуировку нет эта история нарушенной адаптации эта история поведение которое сильно разрушает выделяют разные виды расстройств поведения там есть так называем оппозиционно вызывающие расстройства поведения взрывное расстройство поведения там расстройство поведения в там в целом когда вот эти социальные нормы уже юридически нарушаются и так далее есть то что мы называем синдром дефицита внимания гиперактивности и вот да опять же что важно сказать это частая история вот 2-9 процентов детишек и подростков с этим сталкиваются почему такой разрыв мальчики девочки вот полтора-два процента девочек 9-10 процентов мальчиков имеют расстройство поведения подростков мы видим снижается это интенсивность выраженность расстройств поведения становится меньше и часто бывает сопутствующие расстройства часто бывают сопутствующие какие-то проблемы там дислексия те самые нарушения развития опять же часто у мальчиков чаще у мальчиков и масса сопутствующих историй в которые ты попадаешь из-за того что у тебя есть расстройство поведения например ты прогуливаешь школу ты прогуливаешь и не просто так ты можешь прогуливать ее в компании прогуливав компании ты начинаешь употреблять алкоголь употребляя алкоголь ну кто-то попробовал и перестал а у некоторых это становится зависимостью они начинают рано связаны с расстройством поведения феномен или да вот происходит та самая трагедия например тебя насилуют или ты становишься свидетелем какой-то там так сказать там правонарушение у тебя развивается симптомы посттравматического стресса в расстройстве депрессии вот это тоже важная история почему про расстройство поведения мы говорим потому что это имеет большое значение для жизни носителей и тех кто окружает их вот это может затрагивать большое количество вот это тоже такой важный момент расстройство поведения существуют они существуют с высокой распространенностью они могут оказываться в кабинете у психологии там педиатров у там не знаю психологов у тех людей которые вообще могут быть и даже не занимаются проблемами расстройства развить специалист учителей они тоже с этим естественно сталкиваются и знать про то что это существует не как феномен плохого воспитания или не как все мальчики такие или не как что там еще да и вот именно там перерастет перебеситься а также прям реально говорят вот приходит мальчик и девочка да и он на приеме начинает драться с родителями вот так как это так вот и как все там обсуждают это я сталкивался с этими обсуждениями например во всяких разных врачебных группах педиатрических он там ударил маму ну как нехорошо а родители никак не отреагировали ну как нехорошо это же говорят что вот родители еще в этот момент поссорились но понятно почему почему а мы имеем дело с симптомом расстройства по факту родители ссориться даже не настолько выгоревшие от этой истории когда с ребенком очень неудобно очень долго это тяжело что это тоже может быть следствием не восприниматься как причина да совершенно верно да там тоже уровень нарушений настроения мы будем я чуть-чуть коснусь к сожалению не успел про это прямо специально много но не получится про это специально много рассказать но вот есть программа всемирной организации здравоохранения направленная как раз на преодоление дефицита помощи они составили называется image gap они составили такие прям планы как нужно работать с поведенческими расстройствами как нужно работать нарушением развития чуть-чуть я процитирую буду на них опираться и вот поиск психопатологии у родителей например депрессии или посттравматического стрессового расстройства это один из компонентов лечения нарушений поведения у детей надо всегда задавать про это вопросы и помогать родителям находить помощь на себя в том числе потому что это важно может очень сильно на них влиять ну то есть вот эта история на меня тогда тронула я прочитал там было много какого-то эмоционального возмущения недовольства родителями вот они как-то себя повели так далее так далее но вот но мне тоже подобное встречалось когда очень сильно недовольство идет именно в сторону родителей детей с нежелательным поведением я да я пытаюсь подобрать слово которое покажется мне более уместным с нетипичным поведением я не хочу говорить с особенным но вот с поведением который ярко может не вписывается до забежал например все выкинул со стола чего-то там полез куда-то на полке там не отреагировал на обращение ударил папу с мамой там взял очки учителя делает и делает вид якобы что она не замечает и а по факту это такое неосознанное возможно поведение у родителей невролог педиатр наблюдает поведение приписывает его на воспитание или чему-то еще на деле повторюсь это симптом а это примерно как если бы я там не знаю педиатр разворачивал бы памперс смотрит там не знаю грибковые наложения кадет что это такое почему вы плохо моете ребенка или что вот ну то есть начинает думать то что симптом расстройства является на самом деле дефицитом ухода вот она саду нет 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 проблем ухода тут мы опять же видим какую-то патологию с которой нужно помогать справляться мы должны про это должны про это поговорить должны обратить внимание на сказать ребята это не то так не должно быть так это симптом нарушения и вот собственно первая часть она была посвящена моя задача была рассказать то что есть вот такие феномены которые мы называем расстройство развития и расстройство поведения расстройство развития имеет очень большую биологическую природу неврологическую природу расстройство поведения имеют сильную биологическую природу не всегда еще какую-то роль может играть окружение социальное окружение школьное окружение особенно когда проблему подростков начинаются когда они попадают какие-то сложные ситуации в группы какие-то сложные и там тоже есть это биологическая штука вот они эти вещи существуют и мы должны на них обращать внимание связано с нервной системы с работы нервной системы но вот самый простой пример импульсивности импульсивность это характеристика нервной системы с которой ты рождаешься как на психологии вот меня на психфаке учили что темперамент это врожденная вещь и с ним рождаешься и никуда от себя не деться собственно говоря правы были люди ну вот импульсивность это одна из важных черт темперамента иногда она такая сильная такая большая что дезадаптирует мешает жить мешает существовать вот было важно сказать что это существует и было важно как бы на это помогать людям обращать внимание? Нет, потому что вопрос недооценённый на самом деле. Если посмотреть на чистоту, это сразу бросается в глаза. А вторая история, это, собственно, о чем надо было говорить. Как нам заподозрить, что что-то происходит не так? Вот эти самые красные флажки. Это то, что как раз даст сейчас опору тем врачам, которые нас смотрят. Возможно, и хотят разобраться, если еще не разобрались, то это как раз, наверное, хорошая вещь. Но, может быть, они уже разобрались, это вы все знаете. Что мы знаем как красные флажки? Во-первых, это отклонение от норм развития. То есть, опять же, тут важно немножко представлять себе нормы, важно про них знать, и это примерно также важно, как нормы по весу и росту. Когда что-то в развитии идет не так, сейчас я приведу несколько примеров. Это может быть показателем расстройств развития, нарушения развития. И нам не нужно думать о том, что здесь, опять же, там какое-то воспитание неправильное, или там вот опять же дедушка с мамой позже начали говорить. Нет, мы обращаем внимание на развитие именно этого конкретного ребенка. Вторая история, это вот какие-то сложности в адаптации. Когда мы видим, что ребенок снова и снова оказывается за чертой, когда он оказывается вне ситуации. Об этом часто говорят родители, когда приходят, там, не знаю, к условному педиатру или неврологу, они говорят, ну, слушайте, нас опять выгоняют из школы, у нас опять двойки-тройки, у нас почему-то совершенно не получается учеба, у нас уроки длятся по 6 часов, мы делаем домашнее задание по 6 часов. Вот это те самые сложности с адаптацией, которые могут говорить о том, что что-то происходит не так. И стресс. Там, когда родительство доставляет страдания, нам надо думать, нет ли здесь чего-то большего, чем просто, там, не знаю, какая-то маленькая компетенция родителей или маленькая компетенция тех, кто этого ребенка воспитывает. И это тоже видно, это тоже видно и на приеме у невролога, и на приеме у психиатра, и на приеме у педиатра. Уставшие родители это часто симптом того, что что-то идет не так, что-то не то. И вот несколько примеров. Какие красные флажки расстройства развития бывают? Я специально выбрал связанные с аутизмом в начале, а в конце не только связанные с аутизмом. То есть, например, отсутствие реакции на обращенную речь. Ребенку год и два, год и четыре, год и шесть. То есть, года мы уже обращаем на это внимание. Да. Мы знаем то, что после года начинает формироваться понимание речи. Если этого нет, значит, нам надо беспокоиться. Вероятно, что-то с развитием мы имеем не так. Не используют указательные жесты или другие жесты. То есть, не формируется коммуникация. Кстати, вот этот жест, вокруг него тоже много мифов. Потому что, если он изолирован, возможно, родителям или... То есть, эти симптомы могут существовать... Какой мой вопрос? Изолированы друг от друга? Или все-таки это должна быть какая-то совокупность? Потому что вокруг этого жеста ребенок не использует жест. При этом ребенок хорошо общается, поддерживает зрительный контакт. В год, да, это невозможно сделать, усилим воли. Потому что я знаю, что дети даже в пять, шесть и семь лет, которые неосознанно не держат зрительный контакт, некоторые усилим воли, они знают, что это нужно сделать, и это заметно. Но здесь речь про красные флажки. Любой из этих красных флажков это повод разбираться. Я поэтому и спрашиваю. Это повод разбираться. То есть, даже изолированные, это важно. Даже изолированное отсутствие указательного жеста? Может быть, мы не будем иметь дело с аутизмом. Вполне возможно, будем иметь дело с расстройством развития речи и языка. Или с глухотой. Или там, я не знаю, действительно с обедненной средой, там, где нету какого-то возможности у ребенка развиваться. Нам всегда нужно обращать на это внимание и думать, вероятно, что-то происходит не так, что-то идет не то. Задуматься. Да. Вот. Когда дети старше, мы можем смотреть на развитие речи. Когда дети еще старше, мы можем смотреть на развитие, там, академических навыков. И я повторюсь, это для меня, для нас, вернее, для психиатров, очень важная история. Наличие, отставание в развитии, это повод исключать расстройство развития. Это не повод махнуть рукой. Ну, просто он такой. Просто у вас лоботряс растет. Просто вы мало им занимаетесь. Иногда это проблема медицинская, требующая, соответственно, медицинских решений, там, не знаю, социальных решений. И то же самое, существуют красные флажки для расстройств поведения. Это интенсивные длительные истерики, когда истерика длится не 5, не 10 минут, а 30 или 40 или час. Вот. Это импульсивное поведение, это невнимательность, расторможенность, импульсивность. То есть, тогда, когда ребенка не получается останавливать, ребенка или подростка, это высокий уровень агрессивного поведения. Тогда, когда... Ну, агрессия, это хорошо даже в каком-то, какие-то ситуации. Агрессия нужна для того, чтобы защищаться. Адекватная реакция, если она в норме, да? В контексте, да. Если она происходит и несет функцию, там, скажем, защиты или какого-то там доминирования. Но если это естественная, ну, как бы, неспецифическая реакция на самые разные проблемные истории, тогда мы думаем, что агрессия, это неправильно. Там, не знаю, условно, дерется в детском саду, на площадке и дома. И каждый раз это происходит. И не получается с этим справиться, с этим справиться с помощью каких-то расстройств, с помощью каких-то действий наших. Сниженная способность переносить фрустрацию. Ну, это как раз, когда ребенок плачет над домашними заданиями по многу часов. Это тогда, когда необходимость завязать шнурки или пойти на какие-то несложные спортивные занятия вызывают у него интенсивное горе. Ну, вот так, как будто прям родители говорят, он убивает меня, убивает его, он прям мучается и страдает. Понятно, нужно разбираться, понятно, нужно посмотреть, может быть, у него просто это все очень не получается, или ему не нравится и так далее. Но это тоже важный симптом расстройств поведения, неспособность переносить фрустрацию, неспособность терпеть. Вот. И вот, собственно, нарушение правил. Существует правило, мы не жжем вещи, не жжем вещи чужих. Пару раз поиграть с огнем, наверное, ничего. Там, я не знаю, как-то очень хитро поджигать спички на балконе, наверное, ничего. Но если это привычное стойкое поведение. Ну, основное, вот я обратила внимание, что ты постоянно говоришь о том, что это систематическая история. И это, наверное, да, это такой ключевой достаточный момент, что это не ребенок, который побаловался. Мои так и говорят, ну, мы побаловались это немножко. Ну, как бы, то есть они понимают, что есть как бы норма, есть как бы то, где они побаловались. Это нормальная история. А когда это систематическое нарушение каких-то вот объективных, именно объективных вещей, там, поджигать квартиру, очевидно, ребенок в 7 лет должен понимать, что это не должно случиться. И вот здесь еще очень интересно, что эти поведения часто происходят в контексте. Вот эти нарушения правил. Например, мы всегда можем задуматься. Вот он поджигает, он там условно поджигает на пустыре, поджигает на пустыре там покрышки или что-нибудь такое. Первый, окей, наверное, это неправильно так, наверное, не надо делать. Следующий вопрос. А почему он там? Почему он не в компании с ребятами? Что происходит у него в общении? Почему он делает это? Там, почему он не там в спортивной секции? Почему он прогуливает в этот момент школу? Очень часто расстройство поведения происходит в контексте социальной дезадаптации. Там, скажем, вот подросток, который там, опять же, условно мучает животных, очень часто делает это всерьез один, и он одинокий. У него нету компании для реализации, там, не знаю, каких-то нормальных желаний, там, развлечения, удовольствия и так далее. Он вне групп, он вне общения, вне контакта находится. И это повод, чтобы, ну, внимательно думать и смотреть. Ну, такие сопутствующие флажки, да, которые тоже можно обратить внимание. Да, и это может быть одним из симптомов расстройств поведения, тогда, когда в других областях у человека не получается функционировать. Специально выбирай такие примеры поярче, пожёстче, опять же, чтобы показать, насколько это важная история. Есть вот так. Как быть, если психиатры в нашем городе до трёх не смотрят? Ну, это, о чём я говорю, это вот вопрос, это, о чём, собственно говоря, это подкрепляет, да, вот мою вот эту историю, что, типа, до трёх лет как бы всё ок, а после трёх лет... Вот хороший вопрос, я... Будет у меня слайд, про это, этому посвящённый. Министерство здравоохранения наше утвердило, приняло хорошие клинические рекомендации, где таких ограничений нет. Ну, буквально тыкать их в клинические рекомендации, которых... Да, можно просто их, да, найти как раз Елисей, под редакцией Елисей. Нет, я не под редакцией, я был одним из участников, там нас было полтора десятка человек, и многие с гораздо большим вкладом, чем я. Ну, смысл в том, что вы можете найти это всё, распечатать и действительно руководствоваться этим, да, то есть у вас будет какой-то подкрепля... что-то, какая-то опора, какой-то аргумент, потому что, ну, правда, родителям и некоторым даже врачам без... ну, очень сложно иногда найти аргумент, да, который может поддержать твою позицию. Да. Вот, продолжаем, да, у нас мы сказали про красные флаги. Да, и мы переходим уже немножко к вопросам лечения. Ага, да. Что-то ещё там какие-то вопросы есть? А, здесь есть такой вопрос про специализацию... Вот, наверное, это мы говорили как раз про выгорание родителей и про то, что с такими детьми действительно сложно. Здесь есть вопрос про существует ли в России специализированные дома отдыха для родителей детей сразу, где родители могли бы отдохнуть и получить и дети родителей психологическую помощь. О-о-о-о, да. Я бы расширила даже этот вопрос, да, существуют ли, в принципе, такие места, да, куда родители... Потому что очень часто такие родители получают осуждение и от врачей, и от медицинских работников, ну, то есть сталкиваться с постоянно... Почему они делают вид, что... Почему они делают вид, что неосознанно, да, что ничего не происходит? Да. А, если ребёнок бьётся там час, врач уже сходит с ума, хочет их выгнать, а мама ходит и говорит по телефону и... Да. У нас нету, к сожалению, вот этой вот интересной услугой, которую там называют там отдых, там передержка, там что-то такое, вот возможность действительно отдохнуть. Многие родители, буквально скрипя сердце, отдают детей в психиатрические больницы для того, чтобы это произошло. То есть они понимают то, что помещают их в какие-то плохие условия, а психиатрические больницы в целом и в России, в частности, это часто не самые хорошие условия, не те условия, в которых детям, подросткам нужно ходить, просто для того, чтобы так немножко отдохнуть. И такая, казалось бы, немножко очевидная история, что можно помогать просто с организацией отдыха, вот здесь есть пункт, как это лечить, она у нас до сих пор ни разу-то не существует. Финансируется что-то другое. Принятая история отправлять таких детей вообще в психиатрические учреждения. Ну, как бы, типа, они направляют, к сожалению. Да, и, ну, по сути, да, это вопрос на господдержку, да, что такие какие-то вещи должны формироваться, но их нет. К сожалению, вот ответ на вопрос, он такой достаточно печальный. И, собственно говоря, это еще одна причина, да, почему мы все время, почему мы здесь же про это говорим, потому что, ну, тема явно недооцененная, это, наверное, область, в которой нужно многое менять. Да. И мы стараемся это делать, и мы делаем это. И не только мы. Есть еще несколько проектов, про которые мы сейчас обсудим, поговорим. Вот, что означает лечение расстройств развития? Тоже такой момент для меня очень интересный. Есть действенные шаги. Есть штуки, которые можно делать даже в условиях ограниченных ресурсов. Штуки, которые можно проводить даже когда, по большому счету, кажется, что ничего нет. Мы знаем то, что нарушение развития, условное нарушение чтения требует работы специалиста по чтению, специалиста по дислексии. Но где такого найти? Сложно, там мало кто это умеет или кто хочет это делать. Мы знаем то, что лечение аутизма часто требует интенсивных поведенческих вмешательств. Но в Москве не так-то много таких центров. А где такие найти в периферии и так далее? Да, и куда, соответственно, позицию. Это как бы обескураживает. Но на самом деле есть много вещей, которые могут даже без доступа к таким вещам сильно улучшать ситуацию, сильно помогать. А мы можем, я прошу прощения, но перед этим, перед тем, как лечить, вот здесь появился интересный вопрос, и мне кажется, он будет логичен. Пишет нам педиатр и спрашивает, была бы благодарна за маршрутизацию таких пациентов. Вот как раз перед лечением. Вот педиатр, поговорим про первичное звено, столкнулся с красными флагами, которые мы описали. Кому лучше, полезнее, скажем так, не лучше, полезнее маршрутизировать ему такого ребенка? Ага. Потому что очень часто по опыту они попадаются к совершенно разным специалистам, либо родитель выбирает кого-то сам, какого-то когнитивного терапевта, кинестезиолог, в общем, все поняли, кого я имею в виду, и таким образом теряется эффективное время. Ну вот, когда говорим маршрутизация этого пациента, опять же, тут все разные пациенты, если мы говорим про расстройство развития, мы имеем дело с разными нарушениями. Я приведу пример то, как это работает в области аутизма. Что у нас уже сейчас есть и сделано в области аутизма. Во-первых, есть масса качественной информации. И вот психообразование — это первый пункт, которым мы можем заниматься. Понятно, мы должны, вероятно, если мы заподозрили на приеме, там, наличие аутизма или какого-то похожего расстройства, отправить психиатру. То есть первое, кому я вижу ребенка и не уверена, это красный флаг или нет. Нет, ну мы уверены, что это красный флаг. Что там, не реагирует на имя. Красный флаг и красный флаг. Или, например, я прошу показать, я не знаю, какую-то игрушку, указать, но уже ничего нет. Нам надо разобраться. Да, я настораживаюсь, потому что мы сейчас говорим о настороженности, о дополнительной настороженности, которая должна быть. Я настораживаюсь как педиатр и отправляю к психиатру. Да. И вот даже чуть меньше. Нет неврологу. Да, да, да. Чуть раньше, Даш. Вот первый пункт из лечения нарушения развития мы можем заниматься психообразованием. Просто сказать родителям, ребята, что-то неправильно. Есть такое явление, которое называется нарушение развития. И вот сейчас я наблюдаю красный флажок. Уже психообразование. Вот. Есть более подробные материалы, специально приготовленные для этого психообразования. Например, то, о чем хотелось мне рассказать. Вот в этом апреле подготовленный инфосет «Аутизм.ЭТО». Если педиатр у маленького ребенка увидел красный флажок, он может просто дать ссылку на вот этот ресурс. Его сделал фонд «Выход», да. Сделал там с союзом педиатров. Психиатров, ну, большое количество партнеров в этом участвовало. Это прям большой-большой проект. И там с самого начала до конца можно получить много информации про то, что такое аутизм. Когда мы его подозреваем. Пройти тест на ранние признаки аутизма. Прочитать, собственно, какие следующие шаги. Пойти к психиатру. Зачем? Что он будет делать? Там прям есть специальная брошюрка. Ее написала моя подруга. Психиатр и Сергей Бутрий. И там рассказано, почему не надо бояться. Бояться подходить к психиатрам и направлять к психиатрам. И поэтому, Даша, первый пункт – это психообразование. Вот не всегда мы можем взять и вылечить. Да никогда мы не можем это вылечить. Но рассказать то, что, ребят, психиатр – это вообще не страшный человек. Психиатрам надо разговаривать. И вот смотрите, на сайте «Аутизм.Эта», этом инфо-сайте, есть прям брошюра о том, для чего и как он нужен. Прямо рассказано, зачем идти к психиатру, что он может делать и так далее. На этом же сайте есть информация о методах лечения. На этом же сайте есть ссылки на родительские организации. То есть первая штука, с которой мы можем сделать – просто познакомить с информацией. И многие родители говорят то, что, ну, понятно, что это не вылечивает их ребенка, но это облегчает ситуацию в разы. Когда ты понимаешь, что происходит с твоим ребенком, и хотя бы для тебя это становится более очевидной ситуацией, ты не находишься в этом зоне неопределенности, не винишь себя, конечно, легче. Да. И вот тут жалко, что область узкая. Все-таки аутизм, он касается 1-1,5-2% ребят. Но здесь у нас, слава богу, вопрос с психообразованием решается и решаем вот с помощью тех организаций, которые здесь на сайте есть. На этом слайде есть фонд «Выход», аутизм региона, обнаженные сердца. Они много работают для того, чтобы сделать помощь доступнее. Когда мы еще лечим расстройства развития, вот опять же про маршрутизацию послали к психиатру, немножко рассказали про это, узнали. Про образовательную классную штуку, чтобы не сразу пугать родителей, если бы сходить к психиатру, родители к вам больше не приедут. Многие педиатры жалуются, что если вот в лоб сказать диагноз, ну или какой-то вот такой, то родители больше не возвращаются. То очень классная штука, да, отправить их на образовательный ресурс, где они смогут немножко подготовиться морально, потому что не всегда сложно легко признать, что у твоего родителя. С одной стороны, тебе легче, с другой стороны, сложно признать, что у твоего ребенка есть проблемы. А потом уже, да, опять же, вот я педиатр, да, а потом уже мы можем направлять их к психиатру, или они сами уже будут готовы. Сами могут, понимают, куда идти, могут обратиться в том числе в родительские организации, как раз источники информации родительские организации. Не без детей. Мы же в детской клинике сидим, да, это же прекрасный день проходить. Опять же, можем рассказывать про методы обучения, и мы можем заниматься обучением родителей. Тоже я хотел обратить внимание, пока не везде есть, но есть группы обучения родителей детей с нарушением развития, в частности, с аутизмом, например, «Ранняя пташка». Она проводится в нескольких крупных городах, она проводится систематически в Москве, в Санкт-Петербурге. Боюсь соврать, но кажется, в Нижнем Новгороде, еще в нескольких местах. Получить информацию про «Раннюю пташку» легко в интернете узнать это. А это классная история. Это на протяжении трех месяцев родителей учат инструментом решения поведенческих проблем своих детей. Это очень классно. Да, это эффективный инструмент. Это прямо научно обоснованный метод терапии, который показывает то, что степень стресса уменьшается, развитие улучшается, понимание больше становится. Он позволяет решить много-много историй. Что еще мы можем делать? Мы можем помогать в выявлении сопутствующих расстройств. То, чем педиатр может заниматься, то, чем, не знаю, условный невролог-эпилептолог. Да, он говорит, я не очень вам могу помочь в области нарушения развития, но мы видим, например, симптомы расстройств сна или там, не знаю, нарушение желудочно-кишечного тракта. Это то, с чем я занимаюсь, то, чем я работаю. А про это я мало говорил, но нарушения развития, они часто связаны с сопутствующими расстройствами. Они часто связаны с какими-то дополнительными проблемами, которые необходимо выявлять и помогать. И, наконец, очень внимательно нужно относиться к семьям. Вот мы с тобой тысячу раз про это сказали, надо тысячу первой сказать. Семья, конечно, в стрессе тогда, когда у ребенка нарушение развития. Даже если это нарушение чтения. Ну, то есть, когда они по три-четыре часа занимаются тем, что читают с ребенком, а плачут от книгами. Ну, там же дело даже не только в образовании. Ну, как бы чтение, оно же везде, это вывески, это ориентация в пространстве ребенка, если он там растет, да, это там, условно говоря, сходить в кафе, чтобы он смог выбрать по меню. Таких нюансов их очень много, когда они сгущаются, это, конечно, проблема. А правильно ли я поняла, что педиатр направляет к психиатру и, возможно, к неврологу? Ну, мы мечтаем об этом. Нет, ну, вот я как раз, мы должны создать какую-то идеалистическую идеальную картину и рассказать, как должно быть, на взгляд Елиси Осина. Педиатр же видит детей больше, чем кто бы то ни был из нас. Вот, у них на участке тысячи детей. Да, и поэтому он первый, он первый, кто с этим сталкивается. И, собственно говоря, вот этот вопрос, он был ожидаемый, да? Да, вот, мы, поэтому мы пытаемся рассказывать педиатрам об этом. Поэтому мы часто видим, что именно активные действия педиатров, когда он такой в полтора годика, что-то не то, или там в пять, ребят, что-то не то, почему это вы ко мне опять приходите за справкой, там, не знаю, в детстве, почему опять меняете детский садик, что у вас происходит, что за история. Иногда именно активные действия педиатров могут помочь вмешаться и увидеть проблему. Ну, опять же, вот он видит там какие-то поведенческие расстройства у детей, а педиатры это часто люди опытные, ну, бывалые в самом лучшем смысле этого слова, и понимают, где здесь, ну, какая-то нормальный стресс на ожидании в очереди, а где что-то запредельное. Именно их действия могут помогать. И мы считаем, конечно, то, что нужно отправлять к тем, кто занимается специально этим расстройством. Это в России этим занимаются психиатры. Вот, и готовят, специально обучают. Недостаточно много, как бы, хотелось, но все-таки обучают, все-таки рассказывают о том, что существует. И, конечно, следующий шаг — это направление к психиатру. Я так немножко буду торопиться, извините, время поджимает. Я еще раз хочу обратить внимание на вот эти вот штуки. Предоставить эту ссылку, здесь QR-код как раз на тот инфосет, который приготовил фонд «Выход» и партнеры его. Очень классный, да, я подписываю. Вот, это и есть то самое психообразование, лечение расстройств в развитии. Даже если я психиатр, я все равно могу предоставить ссылку на вот эти ресурсы. Там, предоставить ссылку на ресурсы обнаженных сердец, предоставить ссылку на фонд «Выход», где много хорошей информации. Это уже лечение расстройств в развитии. Информирование — уже лечение расстройств. Ощущение, что ты не один. Обучение родителей. То, в чем ты находишься, оно понятно и другим людям тоже. Потому что в садике, в школах очень часто таких родителей массово шеймят. Там родители, ребенка, который постоянно дерется, находится в аду. На самом деле, я несколько раз наблюдала подобные ситуации. Но я думаю, как раз, кстати, и когда он встречает, так сказать, понимание у педиатра, или невролога, или врача, это много значит. Он говорит, ребята, скорее всего, мы имеем дело не с вашими, так сказать, проблемами. Скорее всего, мы имеем дело с нарушением поведения или с расстройством развития. И вот есть такой феномен. Опять же, то, о чем мы хотим рассказывать, есть такая проблема, и надо этим заниматься. И немножко так уже прям к концу, что мы можем делать в области расстройства поведения, то же самое. Тоже рассказывать. Это не нормальная история. Вот этот стресс, который вы испытываете, скорее всего, связан не с вашими низкими компетенциями или с чем-то еще. Он связан с тем, что у вашего ребенка расстройство поведения. Есть книги, не все хорошие. Ну вот, например, очень хорошая книга, которую я часто рекомендую, называется «Магия на 1, 2, 3». Она описывает способ реагирования на проблемное поведение, которое является эффективным. То есть мы можем тоже обучать родителей. Здесь я уже не могу давать ссылки на какие-то конкретные группы, просто потому что они, к сожалению, очень редко проводятся. Но тоже есть группа, обучающая родителей. Вот мы там, буквально увидев ребенка, который дерется, родить не слушается, их мы можем говорить. Это расстройство поведения. И вот смотрите, есть, например, такая книга, можно вот это. И мы можем отправлять к людям, которые занимаются, например, фармакотерапией расстройств поведения. Вот в частности, когда мы имеем дело с импульсивностью и гиперактивностью, психиатр иногда может выбирать лекарства, которые могут значимо снижать импульсивность и гиперактивность. Это неврологическая характеристика. Это феномен, который не совсем под контролем самого ребенка и не под контролем взрослых. Это прям симптом, который можно лечить с помощью препаратов. И еще важным компонентом лечения нарушений поведения будет забота о семье. Вот стресс в семье колоссальный, очень часто. Стыд, страх, гнев, ненависть. Психопатология в семье часто тоже очень высокая, начиная с того, что у родителей детей с СДВГ, с расстройствами поведения, у самих может быть СДВГ. Достаточно часто, кстати, да? Ну, мы думаем, примерно в половине процентов случаев у кого-то будет. В 50 процентов случаев. И еще мы можем обращать внимание, ну, вот действительно, иногда на какие-то не прям опасные воспитательные практики, которые родители используют, с ними обсуждать как минимум их вред. Ну, там, не знаю, условно, бьет для того, чтобы остановить прогулы. Ничего хорошего из этого точно не выйдет. И там говорить в русле психообразования, то, что это такая штука, с которой нужно чего-то делать. И там, и там, на каждом из этих слайдов про лечение расстройств, есть контакт с обучающими организациями, со школой, с детским садиком. Тоже важная история. То есть бумага от врача, пускай и педиатр, или невролога, может помочь в создании специальных условий. Это одна из рекомендаций того самого семейной организации здравоохранения налаживать контакты с образовательными учреждениями врачам. Демонстрировать... Ну, такая интересная... Да, я прошу прощения, я прям тебя перебью. Интересная история недавно произошла на моих глазах. Ребенок был... Ну, как бы это опять же выразиться, надо придумать более такое релевантство с нетипичным поведением, достаточно очень ярким, агрессивным, которое мешало всем в саду. И в итоге получилось так, что ребенка отправили на комиссию, ну, типа мама или там семья, да, отправились на комиссию, длительность этой комиссии там условно полтора месяца. И все эти полтора месяца все люди, которые вовлечены в этот процесс, конечно, они реагируют по-разному, не будем там описывать, как они правильно реагируют или нет, они находятся вот в такой ситуации, когда фактически они не получают никакой помощи. Ну, то есть это так действительно государственная система устроена, либо эти люди могут пойти, например, к педиатру, который их маршрутизирует. Допустим, мы говорим про госсистему, да, он там, как это дается направление к психиатру, это можно сделать быстрее, то есть, вот опять же, про маршрутизацию со стороны учебных учреждений. Как обычно это устроено? Ну, вообще, конечно, тут этот разрыв между временем подозрения и постановка педиатрии. В некоторых странах по многому месяцев, по полгода, по году нужно дождаться, чтобы получить какие-то качественные диагностику. Есть и проблема нехватки специалистов в области психического здоровья, но не только для России характера. Может, даже в России с этим лучше. То есть, не нужно ждать по несколько месяцев, чтобы оказаться у психиатра, ты уже через неделю можешь у него оказаться в психонемрологическом диспансере. В этом плюс большой нашей системы. Там, в других странах с этим большие сложности. Гораздо, гораздо хуже. Там есть вопросы к качеству оказания помощи, но все-таки... Ну, поэтому и есть. Но все-таки доступ к ней какой-то существует. Доступ к ней есть. Довольно серьезный. Вот. Мы... Ну, там, вот, опять же, есть всякие разные материалы. Можно про это рассказывать, показывать. Вот. И тут я уже ссылок не могу предоставить. Этих материалов про расстройство поведения гораздо меньше, чем бы хотелось. Там, хотел бы обратить внимание, если интересны именно ресурсы в области получения помощи при расстройстве поведения. Есть форум родителей детей с СДВГ. Такая есть родительская организация «Импульс». У них огромный форум. Он содержит... Ну, прям... Ну, это, я не знаю... Энциклопедия СДВГ. Энциклопедия расстройств поведения, с кем общаться, как общаться, какие книги есть, как они работают, что не работает, и так далее, и так далее. Очень бы хотел... Как предоставление информации и психообразования еще вот на такой ресурс обратить внимание. Ну, вот... Это вещь, о которой мне хотелось сказать немножко уже к концу моей лекции, большой истории. По верхам, но все-таки... Да, мы говорили, расстройства поведения существуют, расстройства развития существуют. Они разные, и они частые. У одного из восьми, у одного из десяти будут симптомы каких-то таких расстройств. Они причиняют много стресса и страдания. Их можно выявлять. У них есть явные, ясные симптомы. Дезадаптация, стресс, отклонение от уровня развития. И самое, что важно... Систематическое проявление. Да, и есть способы помогать. И вот эти способы помогать, опять же, да просто сказать, ребят, это проблема. Вот. Вы не виноваты. Вот есть такая-то штука, надо заниматься. Уже может сильно облегчить эту историю. Вот. Сильно облегчить существование. А на самом деле способов терапии гораздо больше. От лекарственной помощи для нарушения поведения до каких-то систематических занятий. И вот доступ к этой помощи нам потихонечку нужно налаживать, организовывать и... Ну вот здесь как раз вопрос, что типа я не знаю психиатра в нашем городе, куда отправлять, кому направлять детей, да? То есть это вот тоже про то же. Мы надеемся и опять же из-за этого все это и затевалось. Мы всерьез рассчитываем, что клинические рекомендации, которые Министерство здравоохранения приняло, что-то изменят. Потому что с 22-го года клинические рекомендации должны стать основой для оказания помощи, основой для спроса вообще. То есть тебя будут спрашивать, почему ты не оказал такую, почему ты не выявил так-то идеально. То есть централизованно качество оказываемой медицинской помощи надеемся будет. Да. Но для этого нужно спрашивать с ваших условных психиатров, с вашей системы по клиническим рекомендациям. Это такое некоторое обращение к родительским организациям, это обращение к благотворительным организациям, которые в городах, к счастью, есть. Вот документ. В нем прописано, как должно быть. Его постарались написать хорошо. И мы стараемся продвигать этот документ. Но здесь, опять же, очень важно, чтобы спрашивали с систем. Вот требовали нормальной постановки диагноза не после трех лет. Вот. Требовали пораньше. То, чтобы опирались на эти критерии, чтобы организовывали ту помощь, как там прописано. Клинические рекомендации это организующий документ. Вот. Для всех. Для всех. Есть такая система образующая, чтобы все двигались в одном векторе. И для первого звена, то есть для педиатров, это тоже большой вспомогательный инструмент. И вот мы надеемся, что это можно вот именно таким образом, то есть Минздрав в кавычках сверху, мы, так сказать, сбоку, изнутри, и там люди, которые в этом нуждаются, с другого боку, мы сможем это раскачать. Мы сможем заставить эту систему неповоротливую, сложную работать. измениться. Про лечение мы сказали, что у нас еще осталось? Ну, я со своей вот презентацией знакомую. Я думаю, да, я с вопросами тоже закончила. Мне кажется, основная наша идея была в том, что необходимо к этой теме привлекать как можно больше внимания, потому что это частая история, и она недооцененная. и еще дико интересная. И дико интересная. Да. Ну, собственно говоря, все вопросы мы обсудили. За сим мы можем потихонечку заканчивать. И сейчас Елисей скажет последние слова, и мы со всеми попрощаемся нашими слушателями. Спасибо, что были с нами. Елисей. Да. А про что мне сказать? Не знаю, что-нибудь хорошее, одобряющее, хорошего дня. Хорошо. Господа. Понял, понятно. Спасибо вам большое. Очень приятно было здесь находиться и про это рассказывать. Нам, вот тем, кто вовлечен в область психического здоровья, психической патологии, возможность говорить об этих проблемах ну, важна. Вот эта осведомленность, неосведомленность, неделя осведомленности не случайно возникают. Мы пытаемся говорить на разной аудитории, там, с людьми, вот, с, там, не знаю, с рекламных плакатов иногда обращаются люди, которые расскажут о своих проблемах, с врачами, пытаемся, там, говорить мы и другие, там, врачебные ассоциации, с родителями пытаемся обращаться, но про это правда важно знать. Если есть какие-то, ну, там, не знаю, штуки, требующие внимания большого, это вот все вещи, связанные с расстройствами развития и поведения, и, ну, классно, хотя бы возможность это озвучивать, хотя бы возможность про это всерьез вслух говорить. Да, таким образом и врачам должно стать легче, потому что у них появятся опорные какие-то механизмы и качество, и основная цель, да, чтобы качество жизни этих семей, как этих, вот, опять же, качество жизни семей, которые столкнулись с тем, что им некомфортно и им тяжело, оно стало немного выше, причем центрально, да, потому что мы, если говорить про центральный регион, то я думаю, что в нем ситуация гораздо лучше, чем по всей России, а, собственно говоря, вот эти рекомендации, какая централизованная история, она направлена как раз на улучшение общей ситуации. И цель, еще раз, опять же, чтобы качество жизни и комфорт и какое-то сожительство с собой, да, со своим ребенком, оно доставляло больше удовольствия, чем, возможно, оно доставляет, и всем было бы легче. И врачам, и пациентам, и мы все вместе, вот мы с Елисейем сидим вместе, я, собственно говоря, не врач. Вот, всем спасибо за внимание и пока.